В шестой части мы обычно или смотрим на интересные реплики от зрителей, но тут, как ни странно, вас это все как-то неприлично пишут. Про меня? А вы что зачитаете? Я люблю, когда... Ну, давай, что мне скажите. Да ничего страшного, прочитайте, мат уберите, запигайте. Я вас всех... Ну, ну, это не эта реплика, это... Это, знаете, вот это из ряда Шарикова. Ну, это нет, это вот народ, кстати, проснулся. Да, какой-то народ, это просто сказать хочет или не может. Может быть, это как раз тянет на голос народа. Мысли понравились, может быть, что-то сказать, а сформулировать мысли не может, поэтому и тут слова не целью. Вы вспоминали, как вы звоните на Эхо Москвы в Москву, да, постоянно, и вас там иногда выключают раньше времени. А я говорю, ну, вот, смотрите, там люди звонят и матом матерятся. Вот, и... Да. И... Это же из той же оперы. Очень, я же не ругаюсь, мат. У нас норм... Нет, они... Они знают мою позицию. Они просто боятся, что я часто звоню, что меня будут пиарить. В этом ничего боятся. А так они не дают обновлять выкручиваться, и я высказываю все. Это вполне нормально. Я вас запомнил именно с этих ваших звонков. Но у них потом есть определенная революционная политика. Они не особо дают тех, кто критикует Гайдара, допустим. Те, кто критикует... Они пытаются их прижимать. Не надо думать, что они дают все точки зрения. Но меня они уже не прижимают. Почему? Потому что они понимают, что у меня есть какие-то взгляды, есть видение проблемы. И в этом плане все нормально. Но мне нравится вот эта вот мудрая мысль этого нашего собеседника в чате. «Имел я вас всех». Мне кажется, она очень близка позиции этого народа. Что-то ерунда все. У нас нормальный народ. И смотря, что с ним говорится. Если вы, так сказать, зайдите специалисту, он будет рассказывать о концепциях определенных и так далее. Это все-таки ерунда. Это вот весь маргинал. Маргинал. Сумасшедший человек, больной лечить. И тогда все будет. Знаете, Путин через Суркова нанимает всю армию людей, которые сидят в интернете и здесь защищают Сталина за деньги. Сталина? Серьезно? Да. Сталина за деньги? А зачем они тут? Ну, Сталина и Путина и всех подряд. Ну, вы знаете, там такой сброд в окружении. В 90-е годы не собрали. Что они там в голове? Я не все-таки понимаю. В чем в 90-е годы? Это сейчас происходит? Ну, они же все вышли из 90-х годов. Кто такой Сурков? Вы знаете, что это? У него кооператив там с сеченцами вместе, чем они занимаются. Я знаю, что ты видел и так далее. Да мы тоже это знаем. Мы так нафиг читаем. Что вы, так сказать, там не говорите по этому Суркову? Он не специалист. У него образования нет в области, так сказать, управления никакого. Что он закончил? Сталилий или какой-то институт? Ну, он варил бы сталь дальше. Он не хочет. Инженером был бы. Зачем ты лезешь, что они тебя не посидят? Ну, а если нам за народ сформулировать его сейчас, главную мысль, какая она была бы? Узнал бы было? Говорите, а я выберу, послушаю и привык решение. Говорите, вот кто говорит, говорите, а я уже сыт в ваши либеральные болтаны. Говорите все, а я послушаю и выберу. Вот мне кажется, такая... Да, просто выберет. Да, не переживайте, у нас нормальные люди, все будет.